всем привет вы на канале тв распаковки сегодня будет обзор спутникового ресивера sat integral 1219 hd норма это копия ресивера 1319 только без т2 в этом видео я вам покажу комплектацию подключим телевизор это тюнер настроим кардшаринг ну и так далее посмотрим на что еще он способен этот тюнер отличный вариант для тех кого в телевизоре уже встроены т2 но еще хочется немножко добавить каналов со спутника можно просматривать там кардшаринг например 36 градуса и из хорберта тоже некоторые каналы так что это хороший очень вариант недорогой удобный но и очень много функций сейчас мы посмотрим на комплектацию этого тюнера что поставляет поставщик в коробке что у нас идет ну и посмотрим на все остальные функции что можно с помощью него делать он в нем есть встроенная подписка на один год кардшаринга которую мы активируем я в будущем вот покажу в этом видео как это все делать ну а сейчас мы посмотрим на комплектацию комплекте идет вот такой выносной инфракрасный датчик тюнер можно прятать за телевизор и этот дождь датчик выносить наперед что очень удобно дальше у нас идет тюльпаны ну конечно не один ну ничего тоже неплохой выход для старых телевизоров батареечки идет вот такое питание 12 вольтовое вот такие наклеечки чтобы клеить инфракрасные датчики вот такой гель для собирания влаги ну сейчас от накрыла это ложит вот такая крышечка которую тоже можно крепить к стене или к телевизору и сюда вставлять вот этот ресивер и вот такой ресивер он всегда вот так вставляется и можно крепить куда куда придумаете тоже удобно компактный удобный ресивер который можно опрятать вот такой небольшой пульт ну стандартный для социнтеграла в основном такой же как и в 1319 и в 1329 все кнопки на месте перемотки включения включения можно записывать с помощью кнопок передачи вставляя флешпорт карту памяти вот видите два юсб выхода спереди есть отверстие для вентиляции есть вот антенные входы спутниковый hdmi выход выходы для инфракрасного датчика чтобы переключать каналы выход для тюльпанов есть и питание на 12 вольт и впереди у нас мы видим два юсб разъема можно подключить и вай фай адаптер и карту памяти для записи передач вот такая стандартная комплектация как во всех с от интегралах тюнер такой компактный удобный смотрится неплохо так что вот он прошивочка тоже часто выложивают на сайтах можно скачать установить сейчас мы этими займемся прощу установим каналы и посмотрим как он работает эта штука тоже удобная можно прятать за телевизор так что еще раз повторяюсь хорошо что идут комплекте и батарейки ну не хватает конечно hdmi кабеля но этой модели уже не новая а старая так что можно и так мы вот его подключаем к телевизору включаем для начала мы выбираем язык меню ну какой мы выбираем украинский русский кому как такой удобный кто на каком языке привык общаться часовой пояс можно поставить авто но для начала сейчас поищем флешечку и установим в разъем юсб чтобы сделать прошивочку нашего тюнерка так вот выбираем разъема нового не позе и вот пошло ищем на флешке где наша прошивочка сейчас мы и тут уже меня прошивочек но она разных тюнерков но сейчас выбираем которое нам надо вот 1219 и устанавливаем по очереди программное обеспечение вот пошло обновление сейчас тюнерок обновиться перезагрузиться из станет последняя версия прошивки на этот тюнер так восстанавливаем язык русский кому как удобно а вы можете свой какой вам ближе так дальше следующее что мы делаем нам нужно обновить и список каналов которые мы сейчас найдем и ключики так список каналов вот он сейчас мы установим этот список каналов тоже идет обновление все очень быстро обновляется чтобы не сканировать канала я уже готовые списки использую так вот обновились каналы теперь нужно настроить спутниковую антенну установить десеки где на каком так у меня астра идет а все правильно так вот видите активировали уже работа следующий хамас тоже мы установим не не помню бои лица так сейчас идет эта установочка ставим цены верно да да правильно ца и hotbird 13 градус у меня будет установлена б там сейчас это все установим все пошел сигнал и спутниковую антенну мы настроили так что неплохо все настроено и работает дальше мы сейчас проходим настройки так все и пройдемся по спутнику здесь список каналов здесь список транспортеров можно отсканировать по транспортерах дальше что у нас по настройках установка мотора есть и установка лимитов так следующее есть у нас идет диспетчер каналов список избранных редактор фаворитов тоже можно и стартовый режим видите спутник можно настроить стартовый режим айпи тиви stalker youtube старт на канале можно выбрать на каком канале приключение ресивера и какой канал будет высвечиваться дальше смотрим меню дальше у нас можно выставить прозрачность тоже кому как удобно каждый под себя язык ауди дорожки но как всегда первые нужно ставить русский а второй английский или там украинский кому какой надо языки субтитров задержка на инфоканале и список последних каналов новую всю меню я называть не буду можете посмотреть почитать нажат на паузу кому интересно посмотрите что здесь за меню есть дальше есть установки видео аудио а штаб видео дата время другие настройки то ну яркость дисплея можно выставить максимальную или по умолчанию там но тоже чтобы глаза сильно не било можно подкрутить чтобы сильно не светилась так настройка сети это подключение вайфай адаптера сейчас мы вставили вайфай адаптер сейчас идет поиск вот видите настроим свою сеть идет установка и подключаем айфай адаптер подключились к своей сети дальше мы идем вот смотрим вайфай адаптеры поддерживается 53 70 70 601 так что это хорошо некоторые эти на раны все адаптеры поддержат а этот неплохо справляется со всеми вайфай адаптером так что интернет функции будут работать дальше пойдем по меню режим мультимедиа это можно установить флешку и смотреть фильмы фотографии ну и другие файлы на этом ресивере он все хорошо справляется работает но кодек 265 вроде он ничего не да не тянет дальше что у нас чтобы нам этим активировать скрытый режим нужно нажать на кнопку мультимедиа нажать кнопку аудио и 3 0 и открывается дополнительные меню там айпи тиви youtube шаринг мы все посмотрим давайте посмотрим настолько настройка медиа здесь вот видите тоже все настройки есть конфигурация записи это размер файла который будет на флешку записывать можно передачи посмотрим айпи тиви здесь есть бесплатные айпи тиви ну и разные stalker портал и другие сейчас посмотрим как работает айпи тиви у меня пока вы видите списка каналов нет но свободно нам уже на флешку какой-нибудь список а пить и вы кинуть и смотреть на этом тюнере нормально работает и пить и я уже проверял но сейчас просто не поставил но по возможности можете это все проверить так функция youtube устанавливаем youtube сейчас посмотрим как он грузится ну youtube иногда пропадает но с новой прошивкой можно его устанавливать это же он работает но и тут конечно в этом тюнере работает нестабильно это тюнер не для youtube а так что для youtube а можно другие устройства он в основном для просмотра телевидения и просмотра карт шаринг а вот интернет функция конечно в этом тюнере слабовод есть функция и каст можно отсканировать штрих-код телефоном и управлять данным тюнером с помощью телефона телефон использовать как пульт дальше что у нас еще есть и костон неплохая конечно функция так что можете настроить если например что-то с пультом случится отсканировать телефон использовать очень удобно и на телефоне переключать канал и нужно сортировать много там функций смотрим патч меню это у нас настройка без ключей рд это с power you тоже можно настроить поверью здесь обновляется автоматически и вот активируем сервер карт шарим здесь можно настроить сиси камни у камну в кого какой есть вот который уже идет годовая подписка сейчас мы посмотрим как сейчас мы найдем канал который у нас кодирована с какой нам найти давайте найдем что-нибудь из 36 градуса чтобы посмотреть что он закодировали сейчас вам покажу как это все раз кодировать часы с помощью мишки 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 Вот. Видите, уже зеленые подсвеченные каналы, которые могут открыться с помощью встроенного картшаринга. Ну, выбираем, например, вот этот канал Евроспорт. Видите, канал кодированный. Потом заходим в меню, опускаемся на вот эту функцию и красной кнопкой активируем данный тюнер. Видите, вот все активировалось и вот эту тоже надо активировать, нижнюю функцию тоже все активировалось. Здесь активируется на один год, видите, и вот канал уже идет открыто, можно смотреть спорты, футболы и много других интересных каналов. Посмотрите, все идет открыто, даже некоторые каналы, которые зеленым не подсвечены, вот можно включать и они тоже идут, так что тоже работает. Да, ради картшаринга за дешевые, за маленькие деньги этот тюнер взять и смотреть дополнительно каналы. Учитывая, что сейчас идет Лига Чемпионов Лиги Европы, это все, ну, на спутники уже в Украине, например, не посмотреть. Нужно подключать там какие-то IPTV операторы, платить кучу денег каждый месяц. Если здесь берете тюнер, настраиваете 36 градус, активируете шаринг и все это смотрите, так что очень удобно, советую, как неплохое расширение для вашего телевизора. Для YouTube, для IPTV, для этого, скажу честно, он не очень, для этого есть другие устройства. Ну, вот, для просмотра спутникового канала, кодированного, это очень неплохо. Идет 36 градус, 13 градуса, там много польских каналов идет, поэтому неплохой тюнер за свои деньги. Могу посоветовать, как дополнение к Т2 телевизорам. Так что, вот такое получилось у меня видео. Вот такие здесь есть функции, видите меню. Ну, неплохой тюнер ручек, могу посоветовать. А вы, друзья, подписывайтесь на мой канал, поддержите меня лайками. Поделитесь это видео в соцсетях, это мне очень помогает. Мне нужна ваша поддержка и помощь. Так что, всем спасибо за просмотр. И до новых встреч, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok